Показывают, транслируют все на большом экране. Там было огромное количество людей. На Арбате популярное место, где можно смотреть такие прямые эфиры. Я видела, как болели люди, и как они сидели с грустными лицами. И все обсуждали одну тему, что слишком сильное давление и слишком сложная политическая ситуация. Я помогу Юрию Викторовичу. Пожалуйста, включите кондиционер. У нас тут очень жарко, да, ненадолго, чтобы мы здесь не задохнулись к концу. Итак, продолжай свою мысль. Все дело в том, что в тот момент в баре было огромное количество людей, и все говорили об одном. Господи, какая талантливая Полина, но нам же не дадут, нам же не дадут. Абсолютно верно. Такая история. И вдруг она получает второе место. Это уже выглядело как чудо. То есть, если вы говорите о том, что у нас была возможность получить первое, ну тогда это вообще какая-то фанатистик. Я даже еще раз прошу прощения за то, что я высказываю в данном случае свою личную точку зрения. Я считаю, что в том Евровидении мы победили. Так же, как Филипп Киркоров и как огромное количество, огромная армия поклонников Сережи Лазарева абсолютно справедливо считают, что то самое Евровидение тоже выиграл Лазарев. И я с ними абсолютно согласен. Потому что то, о чем мы с вами говорили, вот этот принцип идиотского голосования на одной чаше весов с телезрителей и зрителей, да, просто по поклоннике, а на другой чаше весов какие-то профессионалы. Чем, в принципе, профессиональное мнение может отличаться от зрительского? Да ничем. Это вкусовщина. Критерии просто другие. Ну, конечно. Критерии другие, потому что профессионалы могут оценивать песню с точки зрения наличия или отсутствия какого-то плагиата или еще чего-то. А зрителям просто нравится эта песня и нравится этот артист. А может быть, не дай бог, существуют еще какие-то возможности договоренности и так далее. Нельзя же исключать этот вариант. Конечно, нельзя. Потому что люди могут запросто договариваться. То есть рабочая группа Евровидения, стараясь бороться с географическим принципом голосования, а что такое географический принцип голосования, понятно. То есть близлежащие страны голосуют за своего. Ну, допустим, Турция всегда дает голоса Германии, потому что немцы все время отдыхают в Турции. Там, например, балканские страны, они все объединены, друг другу передают. Бывшие страны Советского Союза, Россия будет голосовать, раньше голосовала за Украину, за Белоруссию. В Белоруссии, Украины всегда давали высшие оценки России и так далее. Вот они как бы в этой борьбе что-то упустили и что-то сделали, как мне кажется, совершенно не так. Но по такой логике мы вообще должны каждый год побеждать и уезжать с первым местом. Нет, ни в коем случае. Мы говорили с вами о национальном отборе. Так вот, я убежден, и выскажу свою точку зрения, что отбор на Евровидение должны проводить профессионалы. Потому что мы ищем песню, а потом под эту песню мы ищем исполнителей, а не проводить национальный отбор. Мы можем еще раз провести, потому что можем просто открыть для себя нового артиста, но мы это делаем другим образом. Понимаете? Мы это делаем проектом «Голос», массой других проектов, где мы даем возможность, где мы даем трамплин не только молодым исполнителям, но и исполнителям, которые по какой-то причине не смогли о себе заявить, как о вокалистах, но при этом им 30 лет, или 35, или 40. Нет ограничителя по возрасту для конкурса «Голос». И когда мы там находим невероятного певца, Дина Гарипова, блестяще выступила как певица. Ну как можно, какой еще можно конкурс проводить для исполнителей, когда за Дину Гарипову проголосовало в общей сложности по телевоутингу 1 миллион голосов? Ну, за нее было меньше, но всего, вот в совокупности, даже, по-моему, за нее это было, уже истерлось из памяти. Миллионы, представляете, цифра активных зрителей, которые в это время нажимали и голосовали в проекте «Голос». Ну а какой еще, где еще есть такие цифры? Примерно так, кто сегодня нас с вами посмотрит. Спасибо большое. Я с огромным уважением отношусь к телезрителям, потому что мы работаем, ну это у меня уже профессиональное в крови, только для зрителей, не для себя. Знаете, как, когда я работал на Европе Плюс музыкальным директором, потом продюсером, потом таким директором, всяким, у нас висел такой лозунг, потому что мы с музыкой были сейчас. Вот, нравится песня, слушай дома. Вот, потому что, как бы, главное — это интересы зрителей, а остальное все можно оставить там. В нашем случае мы учитываем именно интерес пользователей, потому что у нас запущен, перезапущен раздел VK Music, где можно слушать музыку, создавать плейлисты. Это тоже очень хорошая история, Юля. Я тебе предлагаю создать свой плейлист. Мы обязательно покажем пользователям его в рекомендованных. Это очень интересно. У меня была такая идея. Да, интересно. У нас есть вопрос, он тоже весьма конкретно звучит. Когда писалась песня, которая сейчас будет звучать, она писалась все-таки для Юли или сначала была найдена песня, а потом? В первом случае было наоборот. А во втором случае было так. Поскольку я продюсировал и ту, и другую песни, вот, я сводил в данном случае исполнителя и авторов. То есть подбирал коллектив и подбирал песню. Это мы делали так. Вторая песня — это песня под Юлю. Вот теперь, может, она... I won't break. Почему, вот, там, еще третий по популярности вопрос. Почему такая песня? Там, кому-то кажется, что она не подходит. Юля, тебе самой песни это нравится? Мне эта песня прям с первых нот понравилась. Мне понравился стиль этой песни. Это не такая баллада, как в том году. Более динамичная? Более динамичная что-то вот. Ближе к тому, что я сама люблю слушать. Как вы ее создавали? Это было совместное творчество? Это все работа профессионалов? Не, ну, знаете, ну, безусловно, когда авторы сочиняли какие-то песни, у них были наброски, они показывали, мы слушали там какие-то, для себя заметки делали. И когда уже появилась эта песня, ну, и просто сомнений никого не было, что это то самое, то, о чем я должна буду в этом году спеть. И главный вопрос к вам обоим. Сначала к Юлию, потом к Юрию Викторовичу, да. Какое... Да, я спрошу так. Какое место ты рассчитываешь занять на Евровидении? Я не рассчитываю, не планирую, скажем так, занять там конкретное место. Мне главное хорошо спеть. А там уже как получится? Юрий Викторович. Нет, я и так очень много себя говорю. Я очень корректно сформулировала вопрос. Смотрите, ну, так говорить честно и откровенно, это можно только так. Я уже давно для себя, принцип, чтобы тебя не поймали на лжи, говори правду, самое простое. Смотрите, конечно же, перед Юлей мы не ставим никаких задач. Наша задача участие и хорошее участие, профессиональное яркое участие с Юлей. Все, больше никаких задач нет, нет никаких первых, вторых и так далее. Мы в этом плане абсолютно не амбициозные люди. Потом, понимая и беря во внимание, принимая во внимание то, что ситуация сейчас не очень хороша с политической точки зрения и не в нашу пользу, то мне кажется, что все вот эти обстоятельства, они позволят и дают нам возможность еще раз с такой вот сцены, как Евровидение, рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас волнует, это волнует не только нас, чуть-чуть раскрыть свою душу и так далее. Вот какая задача стоит перед нами, а не то, что пятое, шестое, третье, второе, первое. У нас нет задачи победить и привести Евровидению в Россию. Не стоит так задача. Там будут сильные очень игроки, на мой взгляд. Я вообще прогнозирую победу, и если так получится, я бы, например, был безумно рад, победу израильтянки. Она мне очень нравится, участница от Израиля, и ее песня, и она сама, барышня без комплексов абсолютная. Вот, мне кажется, реальный победитель Евровидения 2018. Если так получится, будет здорово. Если не получится, и будет кто-то другой, я желаю ему счастья и победы. И я желаю нам выступить хорошо, ярко и интересно, чтобы Юля получила максимальное наслаждение от нахождения на этой сцене, от того, что в ее жизни была такая страница, точнее, будет она еще у нас только впереди, от того, что она владела эти три минуты, которые нам положены по хронометражу и звучанию каждой песни, всем миром, по сути дела. У нее никогда не будет такой аудитории. И дай бог, чтобы она у нее в этот раз, она ее полюбила. Вот моя задача. Очень красивый ответ. И очень честно, спасибо вам за это. Скажите, Юля, если ты не против, мы очень хотим задать пару вопросов о шоу «Голос», потому что это вторая популярная тема после Евровидения в ваших группах ВКонтакте, и такое сообщество шоу «Голос», ну, есть еще шоу «Голос дети», но сообщество шоу «Голос» ВКонтакте, это просто такое ощущение, как будто там голосуют люди, а не у вас, мы за этим постоянно наблюдаем. Это восхитительно. Ну, вызвать такую реакцию пользователей и такой интерес, и поддерживать этот интерес уже который сезон подряд, то есть сейчас предстоит уже восьмой, правильно? Я не ошибаюсь в цифре. Но вы две недели назад объявили о том, что в этом году шоу «Голос» будет разделено на два шоу, и в этот раз у нас есть шоу «Голос» обычное для людей, там, от 17 до, вы раньше не ограничивали, то есть по возрасту аудиторию, и будет второй «Голос» для людей 60+. Как это считывать? Это означает, что огромное количество заявок 60+, приходило к вам, или же вы поняли, что это интересно людям, и что основная аудитория Первого канала, она чуть старше по возрасту, и это востребованный продукт. В чем здесь логика? Знаете, вы можете там, в краечку экрана написать эксклюзив, потому что вы будете, ваши пользователи будут первые, кто об этом услышит от меня, потому что так получилось, что вчера на финале «Детского голоса» я не успел объявить это просто таком нам, у нас, ну поэтому я скажу вам, мы действительно в следующем сезоне, как известно, сезон начинается после того, как заканчивается лето, то есть с сентября, каждый телевизионный сезон, мы планируем два проекта, и мы уже во всеуслышание объявили об этом, у нас идет реклама на канале, у нас реклама в интернете пошла, проведение кастингов, двух разных кастингов, двух разных программ. Это программа «Традиционный голос», где мы по-прежнему не ограничиваем по времени участников, прошу прощения, извините, договорился уже, по возрасту. А то слишком щедро звучало, по времени участников не ограничивается. По возрасту участников, вот, и второй, где четко и ясно, что мы принимаем заявки от участников, которым на сегодняшний день 60 и старше. 65, 75, 85, 90 и так далее. Для чего это сделано? Значит, для чего это сделано? И мы, и создатели программы группы «Тальпа», вот, они поняли, что в этой среде, тем, кому за 60, огромное потенциальное количество участников, интересных и ярких. Мы сейчас не будем говорить про слово «талант». Объясню, почему. Во-первых, люди, которые заканчивают свою карьеру активную, многие певцы, а их огромное количество, это люди, которые поют в хоре, люди, которые поют в музыкальных театрах, люди, которые где-то как-то пели, но не в центральном регионе, не в Москве и Санкт-Петербурге. Ну, как-то так судьба распорядилась, что они, ну, у них не было шанса, они были, ну, как, не признаны. Дело в том, что эти люди, которым 60 и старше, они стесняются молодых участников. Ну, представьте себе, в одной возрастной группе приходит красивая, очаровательная, молодая девушка, там, 20 лет, понимаете, и тут же рядом 60-летний какой-нибудь пенсионер. Вот в этом проблема. Поэтому... И конкуренция разная. Абсолютно. Поэтому мы хотим, и они в Голландии, мы в России, сделать программу «Голос 60 плюс». Я не знаю, что из этого получится, и никто не знает, что из этого получится, но то, что это интересно, это безусловно. Я сейчас не буду говорить о количестве эпизодов и так далее, неважно. Я сейчас обращаюсь, пользуясь такой возможностью, если позволите. Будьте любезны, уважаемые люди, которые знают, уважаемые пожилые люди, которые уже, там, как бы считается, что активную часть жизни закончили, и сейчас просто наслаждаются отдыхом и прекрасной погодой, или еще какими-то удовольствиями. Вот, пожалуйста, вспомните, что вы хорошо поете, потому что огромное количество людей из народа, которые прекрасно поют, но они всю жизнь занимались другой работой. Мы вас тоже ждем. Мы ждем всем, всех точнее, кто считает, что он хорошо поет, или блестяще поет, или талантливо поет, или у кого была в жизни замечательная, яркая, творческая, певческая биография, присылайте ваши заявки на наш сайт 1tv.ru. Все остальные традиционно распахнуты для вас двери, вся талантливая молодежь, люди среднего возраста, люди взрослые, все певцы, талантливые вокалисты, welcome, милости просим, на следующий сезон «Голоса». Поскольку нас смотрят в основном молодые люди, основная наша аудитория это 25-35, но самые активные пользователи ВКонтакте 14, 16, 18. Секундочку, у молодых людей есть родители, есть дедушки, есть бабушки. Пожалуйста, молодые люди, поймите, это шанс для ваших родителей и для ваших дедушек и бабушек жить нормальной, яркой, полноценной, творческой жизнью. Не упускайте его. Практически вы даете второй шанс тем, кто по каким-то причинам не реализовался в основную, можно сказать, в основной этап отрезок времени. Но почему такая планка 60+, почему не 50+, я объясню, к чему вопрос. В «Голосе» редко, но все-таки участвуют люди в возрасте и по конкуренции они, ну, им очень сложно соревноваться с молодыми, там, очень талантливыми, красивыми и современными людьми, которые пользуются, там, теми же социальными сетями, набирают свою аудиторию, соответственно, получают и дополнительные голоса в процессе. Потому что, когда ты популярен в интернете, то ты имеешь право рассчитывать на дополнительное количество голосов во время прямых эфиров. Вот, а люди, которые, а как же люди, которые 45+, 50+, вот они не попадают во второе шоу, но в первом... Дело в том, что, ой, даже лучше бы его и не сдавали. Понимаете, какая штука? Человек ощущает себя на другой возраст, чем он имеет физиологический. Поэтому 50-60 – это очень активная фаза такая жизненная профессиональная. Такая проблема в том, что 50... Они есть у нас. Они есть, периодически у нас появляются в обычном голосе. Но они не доходят даже до... Ну, это другой вопрос. Поэтому... Все правильно. Есть какой-то психологический барьер с пониманием пенсионного возраста. Поэтому пусть будет 60, и пусть мы дадим возможность... Но ведь это немного нечестно. Если потом что-то пойдет не так, мы подправим. Мы будем первой... То есть, получается, первой страной, которая реализует проект... Ну, я думаю, что да. Голос 60. Ну, мы и голландцы. Ну, естественно, с создателями программы. То есть, получается, такой жирный эксклюзив у нас сегодня. Да, да, да. Спасибо вам огромное за эфир, дорогие пользователи. Если вы вдруг не подписаны на шоу «Голос», на шоу «Голос дети», ВКонтакте, потрясающее сообщество, спасибо, что вы смотрите нас, сообщество Первого канала. И я хочу предложить вам сегодня посмотреть сообщество, официальное сообщество певицы Юлии Самойлова. Вы, пожалуйста, тоже подписывайтесь, следите за ее творчеством. Мы попросим Юлию создать плейлист для вас, поддерживайте ее. Ей предстоит сложный и нелегкий путь, но я думаю, что все получится, и зрители тебя поддержат. Спасибо большое. Это был ВК Лайф. Остаемся на связи.